Археология позволяет узнать историю. Раскопки проводятся не только на суше, но и под водой, так как часть суши была затоплена. Так, например, в последний ледниковый период из-за падения уровня моря, площадь Австралии увеличилась на треть. Наши предки шли за отступающей береговой линией, делая рисунки в пещерах и оставляя множество орудий труда. По мере таяния ледников все это затопила вода. На дне впервые обнаружили следы пребывания древних людей. Акваторию в архипелаге Дамир обследовали лидарами и дронами с воздуха, провели ботиметрию с корабля, составили топографические карты дна и выбрали два перспективных участка – мыса Брюгье и в проливе летающей пены. На первой площадке на глубине 2 метра 40 сантиметров дайверы нашли 269 каменных артефактов, на второй только один. Исследователям удалось поднять на поверхность нуклеусы, заготовки, отщепы, в том числе заточенные, два камня, похожие на шлифованные, а на ближайших берегах собрали 455 предметов. Все они подводные и сухопутные из местной вулканической породы. Предположительно, находкам не меньше 7 тысяч лет. Это первое открытие следов людей каменного века на морском шельфе. Также на днях у берегов Массачусеса в окрестностях затонувшего судна археологи из музея пиратов Уиды обнаружили шесть крупных каменных конкреций с артефактами. Рентгеновское исследование показало, что внутри скелеты. Теперь с помощью анализа находок и ДНК предстоит выяснить, кому они принадлежат. Ученые надеются пролить свет на судьбу пропавших членов экипажа и капитана Черного Сэма, самого знаменитого английского пирата, о милосердии которого ходили легенды. У острова Арват и города Тартус работала российско-сирийская подводная экспедиция. У берегов Тартуса дайверы и подводные беспилотные аппараты нашли руины морской крепости первого века нашей эры. По словам участника экспедиции Дмитрия Татаркова из Севастопольского государственного университета обнаружены остатки гидротехнических сооружений, маяка и четырех мраморных колонн, причала, волнорезов и набережной. Ученые подняли на поверхность черепки греческих амфор, финикийских горшков, египетских ваз, разные предметы быта из римского камня. Этот порт римского времени не был известен ранее. Эти находки позволят переосмыслить представление о прошлом.